привет как дела нормально будем сегодня смотреть чародейки шестую серию как всегда будем кайфовать и получать удовольствие от жизни здесь на этом канале нас давно не было и вы очень сильно переживали да 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 подписывайтесь в телегу и во все другие дырки какие только мы оставим нам еще дзен нужно сделать куда там во все на рутуб мы сейчас все на рутуб перед рутуб такая дичь ой жесть стой подожди а мне как мы с тобой статью схватили и мы на следующий день такие подписывайтесь на наш рутуб кайф мне все нравится ребята это будет просто замечательное время мы все будем наслаждаться а ты видишь что-то из этих очков слушай ты вообще это двуличная мразь ты вообще знаешь откуда эти очки откуда из майнкрафта майнкрафта да я знаю что такое майнкрафта ты играешь я все на кубик я купил короче нинтендо свитч для того чтобы играть с рубины на двоих и знаете что она не играет она не играет если ты хочешь чтобы на двоих играли покупай лайт какая же ты на самом деле реально нравится играть правда просто не 24 на 7 как тебе я не играю 24 на 7 ну ты просишь меня играть 24 на 7 а у меня есть помимо этого еще жизнь какая-то да общественная деятельность какая-то мрак дай сюда колу лабиринт у мистера китти классная песня лабиринт мне она очень нравится прям сразу увидел это слово мне заиграл что хочешь сказать всем плевать я думаю это корнелия это не корня это седрик только причёсанный и помытый да ты чё забыла может а его седрик зовут я его на всю жизнь запомнил лорд седрик я жду хороших я нашел точку инверсии между меридианом и землей магазин отличное прикрытие для поисков девчонки когда моя сестра будет обнаружена надо осторожно завоевать ее доверие посмотри какой он красивый ему такие стрелочки красивые нарисовали прикинь это же но это не его родные стрелки он с каждый раз когда просыпается на воде по несколько часов потом на кресло сидеть по пять часов потом баньку принять мы уже на кресле на дереве да он же надела на него там кресло в виде дерева корни пускают я провожу параллели свинкс и он мне напоминает валтера немного ну типа знаете эстетика такой он очень красивый и у него вот эти вот волосы вот так вот да ты захлопнешь капкан да ты захлопнешь пасть мне так нравится как после мрачного меридиана или просто как показывают сэдрика этого лорда показывают веселых девчонок и сразу музыка туру 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 у нас тут все хорошо как у нас на канале надеюсь вы используете провели время за изучение галстука вот есть такой прикол что американцы все американцы но я знаю по нашему тв говорят что они плохие так я добавлю они оказывается вообще за собой не следят могут ходить в рваной одежде несколько дней подряд он похож на абрама линкольна и хочет абрама линкольн это какие годы скорее всего он давал уроки в школе ты что не знаешь когда абрама линкольна родился алиса когда родился абрама линкольн 12 февраля 1809 года ну я правильно сказал то есть 50-х как раз я ждал что ты точно скажешь все так ваши контрольные работы кажется я еще на 3 жене зевса запуталась классно легко там реально там вообще там столько перипетий с этими богами но это самые классные истории это я знаешь я хочу комиксы по этой теме жалко их нет у меня были ну ну не комиксы но у меня была какая-то это сборник сборник там были истории картинки я предупреждать как эти а там же нужно как-то графически под показывать как это все выглядит комиксы были бы классно а в дом а я да мой дикий почерк четверка плевать это подарок надо же и у меня дароним после подойдешь кстати я недавно созванивался списывался не из наших подписчиков фарсы его зовут он мне показывал комиксы которые прям очень старенькие оригинальные по чародейкам да они реально в комиксах тринадцатилетние десятилетние девочки они прям выглядят как маленькие а потом когда превращаются когда потом вообще соски а вот здесь они сразу прям вообще везде четки ну то есть им сейчас вообще не скажешь что им по тринадцать лет это все обман им не тринадцать лет ни разу это знаю ну как обычно вот эти вот девочки переростки которым завидуют двадцати пятилетние девушке 14 лет она выглядит на все 25 ну вот прям вообще не детские лица и более того их разговоры обычные заточки в этом не ладно ладно обычные заточки давай так вот ой да блин мне так нравились этих из этой зетки я сейчас ты все уже ты сейчас скажешь и о да это хорошо ага да кто-то такой лайк кто-то такой отписка ох не знаю чтобы заказать нифига себе да почему он такой раскачанный дико тебя это смутило да а мне то что он официантом работает это круто меня смущает что он нашел ну на 7 размеров меньше футболку один в корчме парень моя жена просила воду без льда пусть подождет пока растает нет на вас неженок меридиана что за меридиан кажется дорогущий ресторан в самом центре почему их удивляют только незнакомые слова а то что с ними так обращаются что-то странное хамьё такое ну ладно его никто не воспитывал ну он пришел работать он должен быть в курсе как надо работать да там как минимум какой-то маленький мини курсик надо книгу жалоб мне пожалуйста а утка по-сычуански начали как это но больше порция а он у бабки работает все я número кто его мог на работу взять Блядь, всё сошлось. Жесть. Слушай, а у бабушки так неплохо идёт бизнес. У неё толп... Кажу, кафешка идёт. Набито, набито. Спасибо, что помог. Теперь мы справимся. Ох, взрослый. Клиентов-то стало в два раза меньше. Леды. Я огорчён, что ты не сдала свою контрольную работу. Её нет? Если не хватило времени, попросила бы. Ну, а о чём просят, когда не успевают закончить? Ну, что он намекает? Эти учителя всегда какие-то нехорошие иногда. Я сдала её на день раньше. Писала про Тисея и Минотавра. Об отсрочке. У меня всё в компе. Приду домой, сразу скину вам на мыло. Срок дан не зря, мисс. В общем, вы получаете неуд за отсутствие работы. Он сам посеял, сто процентов. Ну да, он такой рассеянный чувачок. Хотя он вызывает симпатию. У меня такое было. Одного училка просрала мои тесты, потом заставляла мне их заново писать. А я, может, их сдала, может, нет. Неважно. Но их не было. Ну, для вас она их просрала, ребят. Для вас она хорошая. Знаешь, какая разница? Может, я там пятёрку получил, а может, двойку. Это уже никто не докажет и не узнает. То, что она их потеряла. И мне пришлось их заново пересдавать. О, как оно делать? Не знаю, как оно делать. Но эта машина сможет нарисовать для всех командиров отрядов план замка Фобоса. После того, как я закончу копировать меню комплексного обеда. Что, громоздкий? Не сможешь украсть? Звучит как вызов. Мы так делали, помнишь? Когда жопами садились на них? Нет. Нет? Это не про этот случай. Надеюсь, это было после того, как я свою задницу отсканировал. В город проник зверь в человеческом обличье. Если это не профессор Коллинз, то кто это? Предсказательница сказала, чтобы забличить зверя, надо коснуться его сердцем Кондракара. Мне что, бегать по городу и тыкать кристаллом в прохожих? Как он мог потерять мою работу? Тарани, мы все тебе сочувствуем. Но сейчас в наш мир вторглись монстры. Очнись! Он ищет кого-то из нас? Да кто его знает? Брось! Вообще, есть ощущение по первым сериям, что Тарани вообще не в теме всего происходящего. Она просто хочет жить своей обычной жизнью. У тебя нет такого? Да я вообще пока в девчонках не разобрался. Я примерно слежу за тремя, за Хайлин, за Корнелии и еще за главной, не помню какую. То есть те две, ну, вообще они в задницу. Они вообще фоном идут, правда? Тарани и Ирма, зачем вы вообще существуете? Так, ладно, есть такое правило. Они вообще фоном идут, тут Ирма шутит как может. Да я понимаю, я просто не могу за ними уследить, мне тяжело сразу за питьё одновременно раскрывать их. Просто есть ощущение, что Тарани всё это вообще не нравится, вся эта история с магией. Ну, может быть, я не могу ничего сказать, я могу точно сказать, что мне всё нравится. Девчонку нашего возраста. Может он тренер по гимнастике? А вдруг одна из нас его внучка Обратень? Я раз видела по телеку, такая была уродина. Он потерял, вот и объяснение. Девочки, вел ещё решать примеры, так что закругляйтесь. Мам, миссис Рудольф ничего нам не задала. Я задала. Миссис Рудольф. Не обращай внимания. Это нормально. Это какой был 2006-2007 год, да? Ну, и что? До нас всё поздно доходит, тогда уже миссис Рудольф вполне нормальная ситуация. Да что, я абсолютно нормально к этому отношусь. Миссис Рудольф. Мистер Рубина. Ладно, на стриме расскажу. На стриме расскажу. Да, отстань. Это же Седрик. Маги нет такого клёвого продавца. Чёрные глаза и дьявольский смех. Может, если пройду той же дорогой, что учитель, то найду работу где-нибудь в кустах. Бедная. Здравствуйте. А где у вас лежат школьные учебники? О, боюсь не здесь. Они в глубине магазина. Ничего, голос знакомый. Вот я, кстати, никогда по мультикам не понимал, почему мы можем узнать персонажа только внешне. И то, не когда он переодет, а когда он прям в своём злодейском обморировании. Я, слушай, ну голос змеиный, наверное, отличается. Так он разговаривал. А, слушай. Он там орал только. Подожди, стой. Он ни разу не видел их в настоящем... Точнее, они никогда не видели его в змеиной форме. Они вообще друг друга не видели. Ну, и он их не видел в обычной жизни. Да. И они его не видели, поэтому... Но они не сильно координатные. Они по комиксам были разные. Они по комиксам по-разному выглядели, точно. Поэтому... Саша кто-то рассказал про комиксы, и он такой теперь шарит. По комиксам было не так. Но я не читал комиксы. Давайте обратимся к оригиналу. Ты можешь? Ты покраснил? Мне стыдно за тебя. И тут жарко. Ну, он как педофил выглядит. Ну, типа... Это же ненормально. Хотя... Саша, он просто шел. Вот так вот. На девочек с таким взглядом? Блин. Ну, они же не на детской площадке. В конце концов. Я все еще навожу порядок. Я тоже. Я Корнелия. Эллион Браун. Привет. Рик Хоффман. Прошу прощения за беспорядок. Не так просто разложить все по полочкам. О, как я вас понимаю. О, штука для мух. Жалко, он не у нас, не в России. У нас прям наваристая была эта штука. Туда налипала конкретно. Аж ездохотелось. Самое вкусненькое я не съела. Девчонки, сюда! А что они ищут? Что ж, ха-ха, поищу учебник истории. Хотя какой от него толк? Средние века это так не актуально. Корнелия, моя лучшая подруга. А хвостик у него такой чудный. Корни, смотри, надписи на обложке. Ай, да ну... Называй меня корни. Да... Тут письмена Меридиана. Они все на этом языке? А, это ловушка. Или это его портал? Подождите. Я запутался. Все, ладно, сейчас нас в комментариях. Сейчас нас просто вот так вот в комментариях. Вы что, не смотрели? Вы что, не читали? Не читали, что ли, комиксы? Девчонки, раз и нет. Вы где? Карнелия? Это джаз. Х равен... Х равен... Двенадцати! Значит, ответ должен быть только... Два игрека в квадрате. Что за математика без цифр? Эй! У вас есть математика? Иначе как уследишь за ста тысячи... У него реально везде лягушки, смотри. Да, очень миленько. Лягушонки. Очень миленько. Прикольно, это очень оригинально. Я знаю, какое. Хочу авокадо до авокадо везде все. Он был бы умный, этот авокадо сраный, я уненавижу их. Был, был он до сих пор. И поначалу это было очень мило. А что, не выкинут эти рюкзаки, они подушки эти выкинут, эти сраные авокадо. Носки эти с авокадо. Правда, большинство съедят утки. Вы что-нибудь почувствовали? Скуку. Холодок. Они пропали, но остались там. Прокопный шоком не стал шире. Ого, куда она занесла? Я ведь только тронула книгу. Нет причин паниковать. Но лучше бежим. Это параллельный мир? Сколько же он платит за аренду? Это не наш мир. Только не это. Быстро все назад. И дважды направо. Зачем? Затем, чтобы два раза свернули налево. Да это же лабиринт. Какая нам умничка. У меня четверка. Шшш. Она умничает. Хм. Стоять на месте глупо. Чтобы найти выход, нужна путеводная нить. Корнелия, давай свой свитер. И как же мой свитер поможет нам отыскать выход? Она умненькая. Смотрите, как они классно все обернули. Они начали... Мифы пригреческие. Да-да, мифы, потом Тесеевы. Это очень круто. Тесеевый клубок. Сейчас благодаря мифам они спасутся. Поэтому в школе учиться надо. И все вот это вот знать надо. А вдруг там было бы что-то про географию. Тогда бы я выжила, а ты нет. Я просто хочу тоже поумничать. Просто первую часть твоего предложения ты изучала как мамка. Ну нет. Нет-нет-нет. Ни за что. Это же ангорка. Ангорка. И корень из этого занудства равен сумме отступки. Блин, я себя так же чувствую. Мне просто математичка изнасиловала свое время. Насиловать можно же не только как все привыкли, а еще и психологически. Вот я... Ты рассказывай. Как же ты бесишь, когда я начинаю говорить за свои... Ты сразу тебе пить хочется, зевать хочется. Тебе все хочется сразу. Знаешь что? Я тебе больше ничего рассказывать не буду. Саш, ты не мне рассказываешь, а подпышчикам. Подпышчики. Они тоже, возможно, сейчас ушли все такие. Перемотали. Перемотали такое. Жопу это все. Эл, 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 эл. Это все. Да расскажи. М? Бланк! Быть беда. Идем. А, так у нее же есть сердце Кондракара. Да. Должно быть там точка инверсии. А Бланку показалось, что девочки исчезли. А обратный переброс. Они вернутся. Инверсия, это как в доводе. Да? Да, у них теперь все время наоборот идет. Нет, они в параллельный мир попали. Сейчас Роберт Паттисон появится. Их встретила там. Без тебя и кристаллов они беспомощны. Отбивная понида с пола. Как она догадалась, что я уронил? Кали, у нас беда. Фей. И эту фей. Юмор потрясающий. Я свитер берегла. Держала на кедровой вешенке. Ручной работы. А что там Диссей нашел в своем лабиринте? Жуткого монстра с бычьей мордой. Куда дальше? Бланк сказал, в глубине. Где? Нигде, быть беда. Где они исчезли? И здесь они исчезают. А как? Мне показалось. Было так мило. Здесь, смотреть здесь и... А-а-а! Нет, Калин! Говорю вам туда. А-а-а, там мы были. И здесь тоже. Блин, а как устроен этот портал? По сути, это другое измерение. Это параллельный мир. Как та же самая зеркальная комната. Как назывался параллельный мир у Обита, если вы помните? Хобита? У Обита, Хобита. У Обита. Из Наруто. Он же тоже по параллельной штуке тоже создавал. Только не помню с помощью чего. Цукьеми? Нет, Цукьеми это было. Это суши? Какая же ты беседшая, а? Вот в следующий раз мы смотрим Наруто. Все. Тара-та-та-та-та-та. Опа! Нутка закончилась. С витра закончился. Есть ощущение, что... Если кто-то прочел все эти книги, он теперь стал профессором зла. Реально, давайте вдумаемся. Седерик весьма неотчитанный, молодой. Ну, уже не молодой, судя по тому, что он волшебное существо. Существо? Что, если он умнее вообще всех здесь на свете? Да, ведь он попал в новый для себя мир и сразу знал, что тут ведутся какие-то, ну, записи про людей, кто когда родился. То есть он весьма смедовлённый человек. То есть он знает всё про мир, и он что-то читает про землю. Я просто думаю, вот такой настолько развитый, осведомлённый чувак выбрал сторону зла. Я вот думаю, спроста ли? Что если просто... Вот у нас вот две стороны. Осведомлённость. А что я не выбирал? Не, ну как нельзя выбирать в такой ситуации? Посмотри, у него есть возможность сбежать в любой момент. У него есть возможность пользоваться порталами, так или иначе. Он знает их существование. Он может свалить при желании. То есть его удерживают там личные мотивы. У него есть глубокая привязанность к этому красивому злодею. Нет, подожди. Пока будем называть, давайте его Валтер. Не помню, как его зовут. Седрик. Валтер никогда не победит. Никогда. Я говорю, с одной стороны, у вас невежество пятерых девочек, которые вообще не понимают, что они делают, какую завесу они штопают, зачем они это делают. Есть просто плохие, и есть мы, девочки хорошие, которые с ними борются. И Седрик, который вообще во всём разбирается, за всё шарит, всё понимает. И я вот думаю, вот нам противопоставляются вот эти вот две формы. А что, если девочки заблуждаются? Что, если они не на той стороне воюют? Что, если Седрик всё это знает, понимает и выбрал правильную сторону? Мне всё-таки кажется, что там личные мотивы. Кушать хочется хлебушек из пекарни. Горяченький. Блин. А вот смотри, это же те времена, да? Они же перекинулись в то время. Она волосы свои не собирает. Интересно, вот в средневековье съесть кусок с чьими волосами. Такая же была неприятная история? Мне кажется, нет, они типа использовали любой угол для туалета, даже в замках. У них в матрасах спали крысы и черви. Я думаю, что в момент с волосами они такие, вкусненько. Ну, то есть это не было большой проблемой. Ну, то есть, я не знаю, что здесь за времена. То есть тут может быть кусок крысы в другом... Да слушай, Европа была супернегигиеничная в средневековье. А это ведь омаш на Европу. Все воняли. Это правда. Вам нельзя сюда. За мной. Вам сюда надо. В котел. Они первый раз ее видят. Почему она решила, что она добрая? Почему она решила им помочь вообще? Почему она решила, что они добрые? Здесь просто, наверное, все чувствуют. Я вообще не понимаю, если это параллельный мир, созданный как ловушка для девочек. Нет, это не ловушка для девочек. Он там живет. Ну, то есть это... Кто? Седрик. Ну, не живет, наверное, пользуется тем, что там у нее... Там рабы есть, рабыни. Ну, что ты, не видишь, что ли? У него тут рабы. Целое кулинарное шоу. Как думаешь, куда приведет Мить? Думаю, ужасно несчастные Корнелии. Кристалл. Где бы они ни были, укажи нам путь к ним. Кристалл такой. Есть же нитки. Идите по ниткам. Можно я отдохну? Интересно, а у кристалла есть какое-то свое самосознание? Откуда он понимает, что надо делать, что не надо делать? Есть же зачатки интеллекта какого-то в этом кристалле? Мэджик. Мэджик. Кайф. Ты серьезно? Ты только что превратилась в фею для того, чтобы бежать? Бежать. Ну, Калеб-то не может бежать, поэтому... Ну, она же может... Ты же, Брида. Ну, ты же можешь взлететь и посмотреть сверху на лабиринт. Это... Ну, это же бред. Лоджик. Она, кстати, поднимала Калеба раньше. Она спасала его. То есть, мы-то когда... Не, ну, Азирас поднять и все время летать с Калебом. Папа, не выжихот. Ну, хотя бы перетащить его. Из одной точки в другую. Понять, куда лететь и перетащить его. Ладно, не надо искать легких путей. Я... Все, извините, пожалуйста. Все по... Возь бежит. По хардкору. А ведь в комиксах они не умели летать. Блин, ребят, ваши... Пожалуйста, я вас умоляю. Нет, Уилл умела. Только Уилл... Нет, только Хайлин умела летать, потому что она в воздух. Да. Ребят, пожалуйста, те, которые пишут нам. Я знаю, что вы читали. Я знаю, что вы смотрели. Помечайте. Если это какие-то важные сюжетные повороты, в начале комментария спойлер. Потому что я читаю ваши комменты, и я такой... А-а-а! Оказывается, Седрик злодей. Но мне не нужна, понимаете? Мне не нужны эти спойлеры. Пожалуйста, вас очень прошло. Не, вы пишите свои комментарии. Пишите их для тех, которые знают. Пишите спойлер. Для тех, кто смотрел, почитают ваши комментарии. Но я попозже почитаю. У меня, допустим, нет проблем со спойлерами. Именно касательно Чародейка. Поэтому я это все с удовольствием прочитаю. Все, Фобос умер. Мятежник и главная стражница. И остальные близко. Зови охотника. Главная стражница. А что он на Седрика не наорал? Под вопросом, а как они сюда попали? Так мне казалось, что это наоборот для них ловушка была, чтобы они попали. Вот мы с тобой пропустили их начальный диалог, как обычно, своими диалогами. Блин, так стыдно. Диалоги. Диалоги. Пир во время чумы. Очень странные танцы. Ну ладно. Все ужасно вкусно. Но боюсь, столько не съесть. Когда все узнали, что вы стражницы, захотели угостить. Но почему вы прибыли с Земли в человеческом образе? Верите или нет, мы искали книжку по истории. Наполню ваши чаши. А как они узнали, что они его... Как они им доверили, что они стражницы? Как они это могут доказать, если у них нет костюмов с собой? Нет, вообще в целом, даже когда вот видишь четыре девчонки, не пятеро, а четыре. Ну, а, у них же есть своя сила все равно, даже без превращения. Это какая? Они ее не используют. Нет, они могут ее даже без превращения использовать. Ну, не в таком масштабе, но что-то могут. Я помню в первой серии, когда они начинали постепенно себя как-то понимать, трогать, вот понимать, что я вот такая вот. Они понимали, что они умеют управлять какими-то силами, но потом они больше в человеческой форме не... Нет, я помню в какой-то серии, то ли Корнелия, то ли Хайлин, что-то делали с этим связанное. Почему кроме нас никто не ест? Ах, Хайлин, думаю, это все их припасы. Потеря контроль на работе. Ой, жесть, они объедают. И такая, ох, это все их припасы, как жаль, как жаль. Да и да, блин, им правда есть нечего. Правда, откуда такой пир? Кто-то умрет, какой-то ребенок на следующий день не доживет до следующего утра, потому что еду съели стражницы. И мама такая, это стражница. Оставь. Отдай. Это стражница. У всех было такое, что это... Да-да-да, на Новый год. Да, было. Только у них нет Нового года, у них стражница. Самое стремное, когда это на день рождения. Да, это... Такая, блин, это же... Я все подарки, все подарки находил. Не, не подарки, еда именно, типа, ну, на праздничный стол. Я помню, я нашел вертолет. Такой, я хочу сейчас. Я нашел вертолет. Вертолет? Да. Который тебе дарили? На день рождения мне было 11 лет. Я игрался с ним неделю, а потом обратно в пакетик положил, чтобы меня не ругали. А тебя ругали? Ну, наверное, да, потому что я нашел его. Нет, подожди, тебе подарили вертолет. Так, мне его не подарили. За неделю до того, как у меня был день рождения, я его обнаружил. А-а-а, блин, я думала, тебе его подарили, ты всю неделю поиграл и оставил в пакете. Типа, хватит с меня счастья. Здесь теряет остроту. Как Фобос захватил трон, свет померк над нашей землей. Мужья в темницах, все разорено. Нет ни мира, ни покоя. Нет ничего, кроме мечтаний. Я давно работаю в замке. Говорят, у Фобоса за завесой на земле есть сестра. Ого! Есть сестра? Наследница престола. Говорят, что девочка не знает, кто она и где на самом деле родилась. Может быть, кто-то из нас? Вот бы вам отыскать ее первыми. Мы столько страдали из-за Фобоса. Работали за гроши в его замке, на полях, рудниках. У нас была надежда. Но порой, я боюсь, надежда напрасна. А какие политические убеждения у Фобоса? Что у него за стратегия? Единственная... Единая... Единая верная партия. Ну да, типа, единственная партия. Какие там могут быть вообще... Зачем кошмарить-то настолько? Он вообще в развитии экономики никак не заинтересован. Какая у него вообще миссия? Что он вообще хочет? Какая у него мотивация заинтересованным быть, если нет вообще никакой альтернативы ему? Так вот, если говорить про Фобоса... Такие наши каналы закроют из-за Фобоса. Фобос закроет наш канал. Фобос смотрит такой, так это же я. Все, вылезает. Ледницу и вернем сюда. Мы обещаем. Я не догоняю. Зачем Фобосу искать себе замену? Ого! Как раз этого мне и не хотелось. Спасайтесь, охотник! Ого! Скорее! В клетку! Думаете, он нас здесь найдет? С таким нюхом. Да он найдет нас в Китае. Нам не убежать. Надо влезть на дерево. А мы знаем, что оно не умеет лазить. Не знаем. Мне не успеть. Держи. Руку. Хороший пёс. Нехороший пёс. Он по веткам бьет. Бей в корень. Теперь куда? Перепрыгнем на другое дерево. Тут его нет. Тут не достанет. Надеюсь. Вот это засада. Кажется, дерево нам укоротят. А уже можно было их... Ну, на них... Я думал, что эти летучие мыши их сожрут. Мне кажется, можно было этой зелёной штукой кубат-корень срубить. Нет? Так, ладно. Всё. Не надо помогать ему убивать девочек. Потому что я хочу им помочь. Можно было летучими мышами их всех оттуда. Не-е-е. Попадали бы. И попадали бы. Да, реально. Абсолютно нормальная ситуация. Видимо, он тоже не хочет их убивать. Можно было не по веткам бить, а по ним просто сразу. Опять же, ребята, вспоминаем. Здесь все симулируют деятельность. Все хотят, наконец, сбавиться от этого правящего режима. Они просто пытаются сказать, что мы что-то делаем. Бьют по веткам. Ну да, да. Что-то грызут это. Ждут пока. Ну, их точно спасут. Они понимают, что их спасут. Поэтому надо тянуть время. Бедные вообще все злодеи и монстры. Держи, милый! Вот если вы не скажете, вода, огонь. Вот... Ладно. Фил, как ты нас нашла? Проблем-то? Собачка рыла землю от самого замка. Берегись! На помощь! Гоня! Собачка рыла. Неплохо. Ну бы размажил бы бошку этой собачке. Она спасла собаку. Надо же. Молодец, Карнелия. Не всех спасли. До портала. Я пройдусь. Мы встретили местных. Нас вывели из замка. Я все думаю, как ужасна их жизнь под властью Фобоса. Они отдали нам свою пищу. Добрые люди. Не бойтесь. У вас еще будет возможность отблагодарить. У вас еще будет возможность поесть. В чем была миссия Фобоса и Седрика в таком случае? Затащить их в этот мир и убить? Ну да. А какая еще должна быть миссия? А, эти-ка не получилось? Не вышло, как всегда. Не вышло опять! Вот засада! Ты хотел бы когда-нибудь мультик озвучивать? Да! Конечно хотел. Ведь у меня же есть специальная способность. Специальная способность. Прещать. Хищника озвучивает. Мне кажется, у тебя... А, покажи им! Да не сейчас. Ну покажи! Не хочу. Ну покажи! Просим! Прось! Эй, Карнелия! Куда ты вчера делась? Почему ты бросил меня там одну? Элен, мне очень стыдно. Книги унесли в другой мир. С тобой это часто случается. Мы подруги? Конечно подруги! Пойдем! Я куплю себе пончик. А она похожа на Фобоса. Может, это его сестра? Ну, волосы у них похожего цвета. Прикинь? Помнишь, я говорил, что она может быть... Да? Она похожа... Да, вот я сейчас тоже думаю, волосы похожи. Ее что, просто так, что ли, в сюжет воткнули? Вот именно, вряд ли просто так. Она все время с ними таскает. Она сестра Фобоса. Да, они... Ну, не может же стражница быть еще и стражницей, и сидеть на троне. Иначе получается как-то не круто. Если это она, не пишите нам об этом. Мы хотим интригу сохранить. Я же не ем пончики. Да ты бы видела, какой парень их подает. Подожди! Простите. Но за что? За скандалы, за контрольные работы и просьбу к директору. Уволить вас без выходного пособия. Это я извиняюсь. Я сунул работу в холодильник, а в школу принес кусок мяса. Вот. Твоя работа отличная. Какое описание лабиринта. А мясо все равно оставил. То есть он типа с холодильника взял на работу. А мясо так ходит, воняет, блин. Ну, мясо-то свежее. А, но без холодильника уже двое суток. Ну, значит. Ну, воняет и воняет. Да, блин, чел какой-то. Как будто ты сама там была. Да. Ну, боже. А, она что, подсунула? А, нет, она... А, все-все-все. Уже посмотрели наше меню? Какая красивая девочка. Бланк. Он распечатал уже себя. Потрясающе. Потрясающе. Все, крутая серия. Я не знаю, что тут обсуждать. Мне понравилась серия. Веселая. Интересная. Было что сказать. И главное, жизнеутверждающая. Самая потрясающая серия из всех серий. Дальше смотреть не будем. Остановимся на этом. Нам пока вообще очень нравятся «Чародейки». «Чародейки» лучший сериал вообще. Побольше бы «Чародейки». Я бы хотела, на самом деле, еще «Винкс» смотреть. Я бы хотел досмотреть их до того, как Ютуб сблокирует. Мне очень сильно хотелось бы. Кстати, ребят, наверное, придется делать Яндекс.Зен. И будем смотреть на Зене. Потому что на Рутубе у меня не поднимется вообще ничего выкладывать. Это мрак. Там, прикиньте, люди сидят проверяют. Рутуб — это, конечно, гиблое дело. Ты понимаешь, там реально люди берут, смотрят нашу реакцию, такие... Вручную. Пропустить! Не пропустить! Открыть ворота! Закрыть ворота! Кому такое надо, я не знаю. Мне не очень хочется. А вдруг... Хотя, с другой стороны, вдруг там будет какая-то девочка, которая будет только нас проверять. Вот вам челлендж. Скорее всего, кто-то бы захотел работать на компанию «Яндекс», да? Вот. И вы можете... Ой, стоп. Рутуб, это же не «Яндекс». Это не «Яндекс», это какой-нибудь там «Госморспрос...» «Госмордоргордоспром». «Банк». Короче, ладно, ничего не выйдет, я уже понял, меня обнадёжила моя фантазия и приземлился. Ладно, будем смотреть ради их дальше, и будем смотреть всё остальное тоже дальше. Да, мы вернулись. Потому что у нас очень много сейчас проектов, и нужно их тоже смотреть, потому что мы хотим. Да, ещё, кстати, для новеньких, те, которые не хотят нас смотреть, уже свалили давно, мы хотим сделать стримчик. Скорее всего, это будет в это воскресенье, может быть, в эту среду. Но там посмотрим, как пойдут дела. Очень хочется с вами пообщаться. Это будет разговорный стрим, мы поговорим где-то часочек, полтора, всё обсудим, расскажем, как мы отдохнули, слетали в Питер. Это было потрясающее время. Расскажем о планах, возможно, их составе вместе с вами. Потому что нам надо поопределить, что у нас за контент план, как мы вообще будем дальше жить, потому что все орут, я-то заблокирую, я уже устал от этих, волки, 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 но на всякий случай надо всё-таки с вами как-то скоординироваться, как мы будем дальше жить, смотреть, развлекаться в целом. В общем, мне так не хочется, чтобы вы заблокируете, только вот хорошо всё стало. Она говорит, вам нравятся чародейки, нам нравятся чародейки, мы сидим, смотрим, кайфуем, нас просто разлучают эти все несчастные разлучники. Кто против любви, тому смерть. Ладно, всё, это плохо, конечно. Пока, пока, зайчики.